Привет, город! Зажигай свет в окнах и готовься узнать от меня, Виталия Игнатова и команды Сигмы свежие новости этой среды. Мы начинаем. Полетели! Туман вновь нарушил все планы воздушной гавани Нового Уренгоя и повлиял на расписание других авиарейсов. Так, 15 сентября самолет компании «ЮТЕЙР» из Москвы не смог приземлиться в газовой столице и улетел на запасной аэродром Нижневартовска. На борту находилось 178 человек, в их числе и четверо детей. Кроме того, из-за этого не смог вылететь другой самолет во Внуково, поэтому рейс перенесли на несколько часов. Новоуренгойская транспортная прокуратура взяла под контроль эту ситуацию. И еще новости из аэропорта. С 25 сентября из Нового Уренгоя в Челябинск начнут летать прямые рейсы перевозчика Red Wings. Добраться туда и обратно можно будет два раза в неделю, по четвергам и субботам. На самолетах сухой Суперджет-100. Время в пути 2,5 часа. Перелеты по этому маршруту субсидированы. Точную стоимость можно узнать на сайте Red Wings и в авиакассах. В среду стали известны имена россиян, которые выиграли 50 миллионов рублей в коронавирусной лотереи. Это люди, которые вакцинировались от COVID-19. Все привитые попали в розыгрыш автоматически. Здесь буквально сделали все за вас. Так что счастливчиком мог стать любой. Где и как узнать результаты? Смотрите короткие новости и мы все расскажем. Россияне могут получать пенсии умерших супругов вместо своего пособия. В пенсифонде пояснили, перейти на пенсию по потере кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом. Специальные доплаты, например, за северный или сельский стаж при переходе на пенсию мужа или жены учитывать не будут. На Ямале больше всех зарабатывают строители, а самая низкая зарплата у маркетологов и рекламщиков, выяснил Headhunter. В среднем зарплата работников строительной сферы 90 тысяч рублей. Также в топе самых дорогих оказались позиции добычи сырья, высший менеджмент, производство и транспорт. Здесь зарплата варьируется от 80 до 85 тысяч рублей. В целом же на Ямале средняя зарплата составляет 75 тысяч, по стране 49 тысяч рублей в месяц. 50 миллионов рублей разыграли среди россиян, вакцинированных от коронавируса. 500 победителей первого тура получат по 100 тысяч рублей. Участниками лотереи автоматически стали все, кто сделал прививку. Победители выбирают генератор случайных чисел. В розыгрыше участвуют свыше 42 миллионов учетных записей. Призовой фонд лотереи 100 миллионов рублей. Разыграют его в два тура. Результаты первого опубликуют в течение суток на портале госуслуг или на сайте bonuszazdorovie.rf. Различные выписки из АГСа теперь можно получить на сайте госуслуг, сообщает пресс-служба правительства. Так, на портале доступны свидетельства о рождении, браке и разводе, о перемене имени. Чтобы их получить, надо зайти в раздел документы и данные на госуслугах, а затем в раздел семья и дети. Запрашивать данные можно разово, либо оформить подписку. А теперь немного о коронастатистике на 15 сентября. За сутки на Ямале 91 новый случай коронавируса. Среди них 12 вахтовиков, остальные 79 человек в населенных пунктах. С начала пандемии число заразившихся достигло отметки в 49 тысяч. В округе с диагнозом COVID-19 и внебольничная пневмония в больницах лежат более 500 ямальцев. 68 пациентов в тяжелом состоянии, 28 заболевших на ИВЛ. Погибли 2 человека. В России за сутки свыше 18 тысяч заразившихся. Скончались почти 800 человек. Более 17 тысяч пациентов пошли на поправку. Робототехника, классы программирования, лего-конструирования. Чему еще учат малышей в детских садах Нового Уренгоя? Это выяснили мои коллеги. Они отправились в гости к Михаилу Пацевичу в садик созвездия, где узнали о ноу-хау для детей. Комната лего-конструирования, зимний сад, класс ОВЖ, ПДД, физкультурные, тренажерные, музыкальные залы, соляные комнаты и много другого. Тот, кто однажды сказал, что образование самое консервативное из всех областей и любые изменения идут здесь очень медленно, вряд ли сможет повторить такое, увидев современный детский сад. К детям здесь отношение совсем не детское, в них уже с пеленок видят будущих инженеров-новаторов. Что-то пошло не так. Значит, нужно сбросить программу. Если были компьютеры, я с радостью запагомировала ее. Давай мы с тобой сделаем путь. Продумаем. Дети здесь жонглируют азами программирования, а со временем они станут собирать и более сложные модели роботов. Такие уроки – идеальное сочетание развлечений с развитием удовольствия с пользой. Помимо логического мышления, занятия развивают командный дух, когда и ошибки, и победы общие. Михаил Пацевич, наверное, поэтому и собрал в своем саду множество таких пространств. В зимнем саду поместил оборудование для занятий проектно-исследовательской деятельностью. Вот лаборатория Наураша, различные модули, которые позволяют разные области наук детям изучать. Вряд ли кто-то серьезно считает, что такие занятия для дошкольников имеют что-то общее с эксплуатацией промышленных роботов или научной деятельностью. С другой стороны, такие уроки являются первым шагом к дальнейшему обучению. Такие вот детсадовские ноу-хау применяются в Новом Уренгое. Остается порадоваться за детвору и их мам и пап, когда в детском саду сделано все для того, чтобы ребятишки росли здоровыми и развивались к родительскому сердцу как-то спокойнее. Лала Гасанова, Андрей Тихонов, Тейрадио, компания «Сигма» для НУР24. Чем хороши опросы в интернете? Как минимум своей конфиденциальностью. Тут можно честно высказать свое мнение и никто не осудит. И результаты таких опросов самые объективные. В нашей еженедельной рубрике мы в очередной раз подсчитали ваши ответы в вопросах с сайта НУР24 и сейчас подведем итоги. Всем привет! А вы знали, что больше половины эмальцев считают, что их коллеги – те еще сплетники? Чаще всего, по данным из исследования того же хэдхантера, косточки коллегам перемывают работники сферы производства и сельского хозяйства. За ними идут управляющий персоналом и юристы. А вы сплетничаете на работе? 16% наших читателей – честнейшие люди. Ответили «да». Почти 40% скромно указали, что не сплетничают, но обсуждают. И еще 35% обвиняют в перешептываниях своих коллег. Сами же себе такого никогда не позволяют. И только 13% работают в райских коллективах, где нет места сплетни. Кем бы хотели стать в детстве? Девочки обычно актрисами, мальчики – космонавтами. Но в нашем опросе не все так банально. Хэдхантер подготовил подборку самых необычных профессий. И в этом списке уверена, многие могут обнаружить работу своей мечты. Выбор богатый – от смотрителя за островом до платного тусовщика в клубах. В нашем опросе все вакансии реальные. И вот что выбрали вы. Больше половины не прочь просто отдыхать, созерцать и получать за это зарплату. Еще 30% хотели бы тестировать различный транспорт. Продолжать зависать ночами за компьютером, играя в танчики и стрелялки. И получать за это еще и деньги – мечтают 13%. А вот тусовщиков оказалось всего 5%. И правильно, тут и ночные смены, и на ногах постоянно. В общем, для здоровья ничего хорошего. От работы к личной жизни. Кто должен делать первый шаг в отношениях? В нашем современном мире разобраться в таком простом когда-то вопросе уже не так уж и легко. Тут и толерантность, и равноправие полов, и еще много всего намешано. Суперджок провел исследование и выяснил, что мужчины за женскую инициативность, а вот сами женщины не считают, что должны первыми делать какие-либо шаги. В нашем опросе все в старом, добром стиле. Больше половины ответивших за то, чтобы первый шаг делали представители сильного пола. И только 5% за женскую инициативу. А вот 40% выбрали вариант обои. Поддержали шутку автора или ее даже не заметили. Этого мы, к сожалению, не узнаем. Сейчас тут где-то появится мем. Это была отсылка к нему. На этом все. Проходите опросы на НУР-24 и не бойтесь высказывать свое мнение. Любовь Ломако, Гюли Димитрадзе, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. По соцсетям разлетелось видео, на котором дорожники укладывают асфальт на трассе Пуровск-Пурпе в проливной дождь. И, похоже, эта песня стала их гимном. Автор видео недоумевает, как в такую погоду можно выполнять подобные работы. Ответа от властей долго ждать не пришлось. Заместитель губернатора Александр Подорога объяснил, что асфальтоукладчик не работает во время осадков, а слой уложен на сухую поверхность. По его мнению, дождь начался уже во время укатки верхнего слоя и останавливать работы в этом случае просто недопустимо. Кроме того, он сообщил, что взяты образцы полотна для анализа. Результаты огласят чуть позже. Ямальский поэт и спортсмен Альберт Акатетто собирается пробежать первый ультрамарафон по Заполярью. Маршрут длиной в 344 километра пройдет по новой автодороге Надым-Салихард, которую открыли в прошлом году. О подготовке Акатетто рассказывает в своем инстаграм. В конце июня 2022 года я пробегу от Надыма до Салихарда 344 километра. В день я буду преодолевать от 63 до 90 километров, то есть забег займет от 4 до 5 дней. Спортсмен собирает деньги на билеты, снаряжение и съемку фильма о марафоне и жизни коренных жителей Ямала. В забеге Альберта будут сопровождать двое спутников. Молодому человеку 21 год. Он родился в поселке Ярсале, где окончил школу и колледж. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. Парень хочет развить бег на сверхмарафонские дистанции за полярным кругом. Сейчас такой вид спорта в тундре неизвестен. Самый часто покупаемый продукт у россиян – фрукты и овощи. На втором месте в потребительской корзине молочка, на третьем – крупы и злаковые. Почти все это есть в нашей продуктовой корзине, стоимость которой мы выясняем раз в две недели. Продуктовый набор, который вот уже на протяжении нескольких лет мы собираем в нашей программе «Корзина», состоит из самых простых продуктов. Отправимся сначала за яблоками. Ежегодно в мире выращивают не менее 50 миллионов тонн этих фруктов. Больше всего их едят в Турции. Вообще же существует более 7,5 тысяч сортов яблок. Для меня это какая-то огромная цифра, потому что я знаю всего 4-5. Это Семеренко, Антоновка, Фуджи, Гала. И вот этот сорт, который просто называется «Яблоки свежие» в магазинах, он же, кстати, обычно самый дешевый. Сегодня стоит 80 рублей за килограмм. Идем дальше за огурцами. Огурцы, в отличие от яблок, преимущественно культурные растения. В дикой природе их может быть лишь там, откуда они когда-то появились – у подножия Гималаев. Огурцы можно есть хоть тазиками, без вреда для фигуры, потому что на 95% они состоят из воды. Ну и, соответственно, витаминов в них мало. Сегодня килограмм огурцов обойдется вам в 53 рубля. Идем за еще одним популярным овощем. Это сейчас без картошки многие россияне не мыслят в своей жизни. А когда карникула впервые появился в нашей стране, люди восприняли диковинку с недоверием. И долгое время предпочитали вместо нее есть репу. Сегодня килограмм картофеля стоит почти 27 рублей. Набираем килограммчик и идем за молоком. Знаете, какое самое жирное? Молоко тюлени и китов. В нем 50% жира. Ну а самое обезжиренное – молоко лошадей и ослиц. Такая диковинка для гурманов. Нам же подойдет самое обычное коровье – по 56 рублей за литр. А теперь посмотрим, какую цену сегодня яйца. При выборе яиц обращайте внимание на маркировку. Если хотите самые крупные, то нужно искать яйца с пометкой «В» – высшая категория. А если нужны яйца с двумя желтками, то ищите третью категорию. Сегодня же минимальная цена в магазине на яйца второй категории. Стоят они 47 рублей за десяток. Человек для того, чтобы чувствовать себя энергичным, нуждается в сахаре. Но это не значит, что нужно налегать на булочки или шоколадки. Наш организм прекрасно умеет получать глюкозу практически из любой пищи. Берем эту пачку. Стоит она 46 рублей. И, кстати, много подсластителей содержится в хлебе, йогуртах, различных соусах. Не забываем об этом, потому что переизбыток сахара плохо скажется на здоровье. В сентябре, по статистике, хозяйки чаще покупают именно сахар и еще подсолнечное масло. Связано это с сезоном консервации. Нам же нужно обычное подсолнечное. Сегодня минимальная цена на масло «Селяночка» – 104 рубля за бутылку. Для итогового подсчета нам осталось найти курицу. Сегодня тушка бройлера обойдется в 157 рублей за килограмм. Все, можно идти на кассу. Сегодня продуктовый набор обошелся нам в 630 рублей. Это на 28 рублей дороже, чем на прошлой неделе. Обзор цен подготовили Мария Яновская и Андрей Тихонов. Фильрадиокомпания «Сигма» для НУР-24. И хочу напомнить, что для абонентов «Сигма КТВ» открыт доступ к новым каналам. Разные форматы от ежедневных новостей до документальных фильмов и передач об азиатской кухне, вегетарианстве, рыболовстве и многом другом. Подробная информация по телефону, указанному на экране. У меня на этом все. Далее в эфире сводка криминальной хроники и происшествий. Ее вам расскажет Илья Ветров. Смотрите НУР-24, читайте НУР-24, не болейте. И до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА